всем привет дорогие друзья добро пожаловать на канал apple эксперт с вами владимир и сегодня вам расскажу о скрытых фишках ios 14 да да ребята вы не ослышались я сегодня вам расскажу этих фишках на которые я сам не обращал внимание но они здесь есть и я не знаю рассказывал ли кто-то о них и мы об этом узнаем после того как я запишу видео и вы оставите свои комментарии первое с чего хочу я начать это когда перейдя в какой-либо раздел пускай это будет фото мы жмем данный момент я не смогу нажать здесь на время поскольку постольку прекратится запись но мы все знаем прекрасно что нажав на время будет у нас перематываться на изначальный экран на самый верхний то есть теперь мы можем нажимать на вай фай на батарейку вот здесь правый верхний угол и где у нас сотовая связь вот этот все дело отображается точно так же это будет работать на всех страницах следующее это быстрая перемотка вот вот эти вот три точечки мы на них зажимаем и вот смотрите мы можем быстро перелистывать слева направо моментальный перенос с одного на другой рабочий стол точно так же это касается поиска приложений то есть правая вертикальная строка мы по ней можем юзать и очень быстро будем искать по шкале алфавита искать нужное нам приложение точно так же это будет касаться контактов перейдя в контакты чтобы медленно не пролистывать искать мы сразу можем на нужную букву нам найти человека то есть мы конечно можем и прописать но это другое а самая классная еще вещь это касается настроек то есть если вы где-то глубоко залезли в меню настройки вы можете зажать вот здесь где у нас меню на обратно назад либо мы можем свайпом слева направо либо же сюда нажимать нам нужно просто долгим тапом зажать и нам предоставится выбор как можете заметить мы можем выбирать куда нам выйти меню назад меню на два шага назад и в меню на вообще основной экран то есть настройки вот это очень удобно очень интересная фишка никто не обращал на это внимание по крайней мере мы можем разобрать по шаговости если кому-то нужно что-то там для себя записать или кому-то объяснить уже меню нам будет подсказывать где это было то есть это был универсальный доступ гид доступ и время вот как можете заметить видите то есть настройки универсальный доступ гид доступ и мы находимся в разделе время здесь видно очень классно удобно может кому-то это будет нужно то же самое касается заметок долгий этап можем перейти в заметки важно либо просто на один шаг назад вот у меня здесь это находится меню ну а самая удобная по моему мнению фишка это то что касается у нас меню control center выключение вайфай и bluetooth тапами два тапа у меня будет bluetooth 3 тапа у меня будет вайфай но скажите это прекрасно как эта фишка связана эта фишка связана с командами siri у меня точно такая же здесь стоит то есть у меня стоял там переводчик выключить bluetooth выключить вайфай очень удобная штука вы знаете что вайфай так просто не выключить нужно заходить в настройки и так далее где же это находится воспользуемся тем же лайфхаком настройки универсальный доступ касания и вот здесь выбираете двойной этап выбираете bluetooth тройной этап выбираете вайфай то есть вам нужно будет опуститься вниз и добавить это в быстрая команда изначально отсюда вы уже с быстрых команд себе активировать и вот и все классная же фишка также можно делать эти тапы на другие распознавания допустим распознавание музыки вот я два раза тапнул пожалуйста вообще можно распознавать музыку сразу же выпал юзик он найдет либо же в шазами сразу можете себе скачать и так далее так далее очень удобно чтобы вы знали где это ход находится на страничке заходим универсальный доступ касания опускаемся ниже коснуться сзади здесь выбираете на две точки либо же на три точки я выдал быстрых команд то есть от быстрая команда шазам а тут уже самих быстрых командах ищите эту функцию добавляете и можете раз выставлять либо два касания либо на три касания как вам будет удобно вот моя подборка которыми я фишками пользуюсь с 14 напишите какими вы пользуетесь фишками мне это будет интересно вот в принципе такие нововведения если вы знаете еще какие-то фишечки которые я не знаю подскажите если вы знали эти фишечки ставьте лайк и оставляйте ваше мнение в комментариях для меня это очень важно всем пока им битт